дорогие друзья привет только что прошел досрочный егэ по математике и оказывается этот вариант досрочного егэ двадцать четвертого года профильная математика самый простой в истории такого легкого егэ еще никогда не было поэтому я разберу из досрочного самые такие да хорошие интересные задачи последние задачи из варианта это параметры это планиметрия это число их свойства вы увидите как легко и быстро они решаются конечно если вы решали много параметров то с этим вы справитесь два счета давайте вместе нам нужно найти при каких значениях параметры это уравнение имеет ровно один корень ну-ка что у нас стандартный вопрос то можно ли это нарисовать я смотрю нет прям сразу я не хочу это рисовать я сначала преобразую x пойдет в левую часть уравнения x квадрат минус x минус x минус 1 на вот этот корень и все это равно нулю а теперь я из этих двух x вынесу за скобки и все это равно нулю а а теперь я выношу за скобки x минус 1 а в скобках будет x минус корень из 2x минус а и все это равно нулю ведь правда это совсем легко это совсем изи просто мы раскладываем на множители мы работаем с этим уравнением точно так же как если бы в нем не было параметра а теперь я вижу что произведение двух множителей равно нулю когда такое бывает тогда и только тогда значит равна сильно когда хотя бы один из множителей равен нулю а другой при этом имеет смысл значит или первый множитель равен нулю то есть x равен единица а второй при этом имеет смысл а когда второй имеет смысл а когда выражение под корнем не отрицательно а допишу это сюда 2x минус а больше либо равно нуля или второй множитель равен нулю а это значит что x равен корню квадратному из 2x минус а замечательно а теперь мы просто работаем с этой системой как если бы там не было вообще никаких параметров поехали x равен 1 а теперь я этот x беру и сюда подставляю 2 минус а меньше либо равно нуля а меньше либо равно 2 а это уравнение я решаю как мы это делали даже в первой части егэ то есть я я возвожу обе части в квадрат x квадрат равно 2x минус а при условии что левая часть этого уравнения x не отрицательно почему потому что корень квадратная величина не отрицательная в правой части не отрицательная корень квадратный и левая часть тоже не отрицательных с больше либо равно нуля а обратите внимание что я не пишу условия не отрицательности под коренного выражения я не пишу отдельно 2x минуса больше либо равно нуля потому что она у меня уже записано вот ведь она равно x квадрату а x квадрат не отрицательная величина хорошо еще наверное одно преобразование я делаю или x равен единица тогда а меньше либо равно 2 или я сейчас делаю следующее вот в этом уравнении я хочу а выразить через x а равно 2x минус x квадрат а x больше либо равно нуля а так вот а теперь я думаю так в какую сторону мне пойти вот я начала аналитическим способом я могу продолжать аналитическим способом но обратите внимание вот это уравнение относительно x квадратная относительно а она линейная то есть относительно а она проще и это мне подсказывает что хорошо бы с аналитического способа переключиться на графический и теперь я все это буду рисовать смотрите как симпатично выглядит график этого уравнения график функции а равно 2x минус x квадрат что это это квадратичная парабола с ветвями вниз вершина которой находится в точке 1 1 самом деле подставляем сюда 1 2 минус 1 это 1 да но почему я срезала левую часть парабола потому что у меня условие x больше либо равно нуля ну конечно более грамотно говорить больше нуля и равно нулю значит слева от нуля нет этот график закончился здесь в нуле давайте напишу что x больше нуля или равен нулю теперь еще одна система x равен единице при а меньше либо равном 2 что это такое это вертикальная прямая вот она x равна единице да но у нас есть ограничение а меньше либо равно 2 значит не выше горизонтальной прямой а равно 2 вот это тогда не прямая а луч который из точки 1 2 идет туда вниз обратите внимание что у нас по осям по горизонтальной оси с x а по вертикальной оси параметр а а теперь внимательно читаем условия нас спрашивают при каких значениях параметра а уравнение имеет единственное решение значит каждому значению параметра а соответствует горизонтальная прямая а равно а 0 вот здесь я а равно взяла равным 3 и прямая а равно 3 не имеет общих точек с графиком нашего уравнения значит все это мимо а а если вот такое а возьму отрицательное смотрите-ка два раза пересекает эту до совокупность красных линий а значит два решения имеет уравнение так два нам не надо нам надо одно а если вот здесь я буду от нуля до единицы смотрите три точки пересечения трезубец перевернуты да вот раз два три сразу точки но нам надо одно решение а когда же будет одно решение посмотрите пожалуйста если а равно единица вот одно решение а прямая а равно одному как раз проходит через вершину параболы и так же через вершину параболы проходит а вертикальная прямая x равно одному значит я пишу когда каких случаях уравнение имеет ровно одно решение а когда прямая а равно а 0 проходит через точку с ординатой 1 и смотрите ли выше этой точки вот здесь тоже везде одно решение и не выше чем точка 2 и значит мы получаем что а от 1 до 2 а от единицы до двойки какая простая какая приятная задача а вы скажете наверное в других вариантах были сложнее сейчас я покажу 18 параметр еще из одного варианта пробного вы увидите что она тоже очень простая вот 18 задача из другого варианта при каких значениях параметра а уравнение имеет ровно один корень где мы видели такую формулировку смотрите можно мы нарисовать сразу график это уравнение ну наверное нет да корень слева корень справа а x квадрате а тоже в квадрате в общем ну не самое простое уравнение для графического способа зато формулировка как раз такая какая бывает в классическом аналитическом способе смотрите ведь мы можем сделать нет некие преобразование алгебраические обе части возвести квадрат с учетом области допустимых значений решить это уравнение как если бы в нем не было параметра прям взяли а потом с учетом условия что x от нуля до единицы узнать когда будет ровно один корень все очень просто так что решаем это уравнение как если бы в нем параметров не было обе части мы конечно возводим в квадрат а подкоренные выражения при этом должны быть не отрицательны значит уравнение я равна сильно системе x квадрат минус а квадрат больше нуля или равно нулю хорошо хорошо бы мне записать еще что второе подкоренное выражение не отрицательно но с другой стороны а зачем зачем мне отдельно писать что вот это все да тоже больше нуля или равно нулю если оно равно x квадрат минус а квадрат а x квадрат минус а квадрат больше либо равно нуля а ну не буду тогда писать лишнее хорошо теперь надо поработать с этой системы чтобы мне такое сделать с первым уравнением оно квадратное относительно x оно квадратно относительно а нет окружность из него не получится потому что видите x квадрат и а квадрат здесь будут с разными коэффициентами значит все рисование да здесь вроде как и не очень подходит хотя кто знает ну давайте в любом случае мы все перенесем в правую часть этого уравнения 3x квадрат минус x квадрат 2x квадрат минус 3а плюс 1x плюс а квадрат плюс а равно нулю ага а здесь я могу написать что а квадрат меньше или равно чем x квадрат вот теперь я смотрю на уравнение да оно квадратное и да я могла бы найти его дискриминанты найти его корни по формуле да x первое второе равно минус коэффициент перед x плюс минус корень квадратный дискриминанта поделить на 2 и поделить вот на эту двойку ну что то мне совсем не хочется эту формулу применять потому что и дискриминант тут будет непростой и формула в общем еще хуже поэтому смотрите что мы сделаем мы применим теорему Виета или можно сказать обратную теорему Виета да в общем по теореме Виета сумма корней это что это вот это число с минусом то есть 3а плюс 1 поделить на вот эту двойку ага x1 плюс x2 это 3а плюс 1 пополам а произведение корней вот оно да это а квадрат плюс а пополам пополам хорошо теперь я вот это произведение корней я и запишу его как произведение да это а пополам я вынесла за скобки на а плюс 1 или второй способ это а плюс 1 пополам и умножить на а то есть вот такие вот два варианта у меня есть да я подбираю буквально как же вот этот х выражается через а чтобы мне обойти формулу корней квадратного уравнения вообще она редко применяется в задачах с параметрами намного чаще применяется теорема Виета что я вам и показываю смотрите-ка если x1 равно а пополам а x2 это а плюс 1 то мне нужна и сумма x1 плюс x2 получается а пополам плюс а плюс 1 ага сюда двойку смотрите-ка да получается а плюс 2 а плюс 2 пополам получилось нет не получилось 3 а плюс 2 пополам а должно быть 3 а плюс 1 пополам нет мимо значит этот вариант не проходит смотрим второй вариант а если да x1 это а плюс 1 пополам а x2 это а тогда x1 плюс x2 это будет а плюс 1 пополам плюс а о вот оно вот оно это будет 3 а плюс 1 пополам отлично все готово мы нашли корни по теорем Виета да вот что мы получили что x равен а или x равен а плюс 1 пополам и при этом вот такое условие а квадрат меньше или равно чем x квадрат как мы здорово справились с этой системой посмотрите о а теперь ну как обычно да графически или аналитически а теперь я могу куда угодно пойти любой совершенно способ ну давайте я покажу аналитически потому что а графически был в прошлой задача теперь смотрите что я делаю да я говорю что или x равен а и тогда а квадрат меньше либо равно чем x квадрат или x равен а плюс 1 пополам и тоже должно выполняться это условие тогда или это совокупность то есть или x равен а и тогда это условие выполняется или x это а плюс 1 пополам и а квадрат должно быть меньше либо равно чем x квадрат чем а плюс 1 пополам в квадрате давайте мы решим это неравенство я его здесь решаю значит решим неравенство неравенство а квадрат меньше либо равно ну и возвожу в квадрат правую часть а квадрат плюс 2а плюс 1 делить на 4 сразу на четверку умножаю обе части привожу подобные 3а квадрат минус 2а минус 1 меньше либо равно нуля а теперь решаю да это квадратичное неравенство кстати если а равно единице то обе части обращаются да левая часть обращается в ноль давайте я решу уравнение 3а квадрат минус 2а минус 1 равно нулю один из корней это единица а произведение корней минус 1 делить на 3 значит второй корень а это минус 1 треть тогда это неравенство квадратичное у меня приводится к виду а плюс 1 треть на а минус 1 меньше либо равно нуля ну и вот я рисую его решение парабола с ветвями вверх отмечаю точки минус 1 треть и 1 и вот где решение отлично то есть вот сюда вот давайте допишу да равносильно тому что или здесь допишу x равен а или x равен а плюс 1 пополам и при этом а от минус 1 третья до 1 все супер смотрите что мы сделали мы просто решили это уравнение то есть оказывается при любых а у него есть корень x равно а а еще если а вот минус 1 трети до 1 то у него есть корень x равно а плюс 1 пополам теперь нам надо учесть условие что x от нуля до единицы я пишу вот это здесь отдельно да вот с учетом условия что x от нуля до 1 получается что или x равен а и этот x который равен а должен быть от нуля до 1 или x это а плюс 1 пополам при этом а от минус 1 трети до 1 и еще вот этот x а плюс 1 пополам должен быть от нуля до 1 все мне осталось вот с этими условиями для а разобраться да сейчас мы это сделаем последний неравенство обе части умножаем на 2 а плюс 1 получается от нуля до 2 а тогда а получается от минус 1 до 1 а теперь вот это условия у меня есть да значит я ищу решение системы для а а должно быть от минус 1 до 1 и от минус 1 до 1 давайте это покажу на 1 числовой прямой да вот ось а а от минус 1 до 1 и еще а от минус 1 до 1 до 1 значит в результате а от минус 1 до 1 получили есть значит пишу равна сильно или x равно а а от нуля до 1 или x это а плюс 1 пополам и а должно быть от минус 1 до 1 до 1 готово все теперь у нас есть решение с учетом того что x от нуля до единицы на этом отрезке здорово да но нам осталось ответить на вопрос задач когда же уравнение имеет на отрезке единственный корень смотрите что для этого мы делаем мы рисуем ось а и смотрим при каких а будет один корень при каких будет другой и вот там где будут две крыши что ли да там два корня а где только одна там один корень давайте запишу да как это нужно сделать уравнение имеет один корень на отрезке от нуля до 1 в следующих случаях первое вот я рисую ось а а первый корень есть всегда а второй есть на отрезке от минус 1 нет первое у нас от нуля до единицы да потому что у нас же отрезок да значит второе от минус 1 3 до 1 это корень x равно а плюс 1 пополам а корень x равно а будет от нуля до 1 вот здесь от нуля до 1 2 крыши и 2 корня да вот здесь появляется корень x равно а а нам нужен один а когда же один вот где то есть а должно быть от минус 1 3 до нуля причем 0 не включается почему потому что в нем вот появился второй корень значит а а от минус 1 3 до 0 все ответ или нет подождите еще нет потому что да у нас два корня но вдруг они совпадают давайте рассмотрим случай совпадения корней второе совпадение корней когда это происходит а когда а равно а плюс 1 пополам 2 а равно а плюс 1 мы решаем это сложнейшее уравнение получаем а равно 1 вот и все теперь нам надо объединить случай записать ответ давайте здесь запишу ответ а от минус 1 3 до 0 не включая 0 или отдельное значение а равно 1 видите какие замечательные параметры были на досрочном ЕГЭ да и вообще досрочный ЕГЭ был очень очень простой просто изи и друзья дорогие я вам желаю чтобы и реальный ЕГЭ был таким же а чтобы параметры так легко решались приходите на мой курс экспресс смотрите мои марафоны подписывайтесь на канал переходите по ссылочкам в описании ну лайки ставьте там заодно до новых встреч дорогие друзья до новых встреч и